сейчас я буду разбирать задачи контрольный да видно ли задачи контрольный видно да значит это вариант 1 ну вариант 2 был примерно такой же вот давайте начнем с первой задачи значит она начинается слов что шифр и рыса использует открытый ключ из модуля 143 и экспоненты 103 ну просто соответствие между буквами цифрами это мы уже в конце когда расшифруем в это соответствие применим а пока давайте только с цифрами работать значит давайте я запишу что модуль 143 так сейчас я сделаю какой-нибудь куда вообще принадлежит фонд разбор задачи контрольный начнем мы задачи номер один в которой модуль это 143 первое что нужно сделать это разложить этот модуль произведение двух простых чисел поскольку мы знаем что вы горит на риса всегда в качестве модуля используется произведение двух простых чисел и чтобы расшифровать нужно знать разложение модуля на эти два простых числа ну поскольку мы также знаем что обычно эти простые числа близки корни из n чтобы сложнее было разложить то можно пытаться искать разложение виде равности квадратов ну и тут конечно напрашивается представить н как 144 минус 1 но это конечно если мы помним что 44 12 квадрате вот тогда получается что-то 12 квадрате минус 1 если это разложить то это будет 12 минус 1 на 12 плюс 1 ну то есть мы получили что н это 11 умножить на 13 значит это разложение на простые дальше давайте посмотрим какое у нас сообщение значит тут сказано что сообщение разбили на блоке по две цифры и зашифровали отдельно каждый блок ну и подразумевается что сообщение тоже стоит из четырех цифр это конечно стоило явно написать потому что в принципе могли бы получиться и при расшифровке могли бы получиться и трезначные числа потому что смотрят 143 могли бы получиться любые числа от 0 до 142 но мы будем предполагать что двузначные ну собственно так в конце и получится значит нам нужно будет расшифровать сообщение 42 25 это зашифрованное сообщение но реально нам нужно решить две задачи то есть сначала нам нужно расшифровать 42 а потом нужно расшифровать 25 но для того чтобы решать расшифровать нам нужен один и тот же закрытый ключ который мы сейчас найдем мы будем искать закрытый ключ с помощью разложения на простые значит экспонента чем равна экспонента открытый экспоненты до 103 давайте там где-нибудь напишу что и и равно то есть мы должны попробовать подобрать закрытую экспоненту так что нам говорят что x степени е равно 42 например вот а нам нужно попробовать найти такое д значит мы ищем д такое что если мы x степени е возведем степень д то мы получим x значит вот это вот это закрытый экспонент а е соответственно называется открытый экспонент и но естественно некоторые в этом месте говорили что давайте воспользуемся теоремой эйлера и просто посчитаем д значит давайте это напишу как первый способ значит мне он кажется вычислительно неэффективным потому что приходится работать с очень большими числами но конечно математически он абсолютно верный и его можно использовать особенно если вы считаете с калькулятором если нет калькулятора то можете не очень быстрый значит первый способ заметить что по теореме эйлера если вы помните что это такое какое бы x взаимно простое с модулем мы не взяли у нас получится что x в степени фиатен сравнимо с единицей по модулю n ну это при условии что x и n взаимно просты вот дальше почему-то некоторые иногда говорили что вот поэтому в качестве d и нужно взять фиатен но это как-то очень странно потому что из условия на закрытую экспоненту видно что чтобы x степени е д было сравнимо с x первой степени по модулю n значит нам из теоремы эйлера достаточно но это не равносильность это скорее следствие в одну сторону нам достаточно подобрать такое д что е д сравнимо с единицей по модулю фиатен вот опять же если кто помнит что это такое то наверное помнит и формулу что фиатен это п-1 умножить на ку минус 1 если n это произведение двух попарно различных простых чисел то фиатен это п-1 умножить на ку минус 1 то есть это будет 10 умножить на 12 то есть 120 то есть вот нам нужно подобрать такое д что 103 значит это уравнение если вы теперь записать конкретных числах получается что нужно подобрать такое д что 103d сравнимо с единицей по модулю 120 ну и это с помощью алгоритме и плита нужно легко решить но я это проделать не буду потому что мне больше дает второй способ который вычислить на проще потому что мы работаем не с n а непосредственно с паику который гораздо меньше второй способ я расскажу до конца то есть первый способ я наметила ну и дальше получительного конечно довести до конца но мне кажется что он не самый быстрый второй способ мне кажется более быстро и реально компьютерных реализациях алгоритмы роса конечно будет использоваться второй способ они первые значит во втором способе мы говорим что мы не по модулю n будем решать а будем решать по модулю паику то есть мы пользуемся китайской теме в остатках и говорим что если нам удалось найти то есть если мы хотим определить x по модулю n значит если мы хотим найти такое x что и в степени и сравнимо ну допустим мы шифровый первый блок то есть их степени и сравнимо 42 по модулю n это все равно что найти такие x1 и x2 что x1 степени е сравнимо 42 по модулю p а x2 в степени е сравнимо 42 по модулю q ну и вот понятно получается много упрощений потому что по и куда маленькие числа поэтому нужно все привести по модулю паику а кроме того воспользоваться малой теоремы фирма для паику значит давайте напомню что малая теорема фирма нам говорит что для любого x взаимно простого сп и к степени по минус 1 будет сравнимо с единицей по модулю паику ну и понятно то же самое так икс не делится на пау вот поэтому я тоже можем привести по модулю по минус 1 то есть значит вместо x1 степени е сравнимо 42 по модулю п значит мы можем написать что x1 степени е по модулю п минус 1 сравнимо 42 по модулю п ну и теперь если мы вспомним что е это 103 а п минус 1 это это у нас было 11 да значит минус 1 до 10 значит вот это это 3 а 42 по модулю п это минус 2 ну или можно написать 9 дети минус 2 по 011 одно и то же то есть наша система сравнений она сводится гораздо более простой системе значит получается что x1 степени 3 сравнимо с 9 по модулю 11 ну а теперь мы такие же упрощения по вы проводим по модулю 13 значит в этом случае q минус 1 равно 12 а 103 по модулю 12 это 7 значит у нас получается что x2 в седьмой степени и 42 по модулю 12 это 3 значит получается 3 по модулю 13 то есть вот нам нужно теперь решить такую систему сравнений ну и дальше некоторые просто подбирали тут действительно не сложно подобрать ну тогда нам придется отдельно это дело для 42 вот отдельно для 25 а можно просто честно подобрать закрытые экспоненты в каждом этих двух случаев то есть можно пытаться найти такие d1 d2 что x1 в степени 3d 1 сравнимо секс 1 по модулю 11 и x2 в степени 7d 2 сравнимо секс 2 по модулю 13 ну в смысле тут не важно что это x1 там или x2 давайте это сотрудность как бы вообще подобрать такое 3d 1 что для любого x подобрать какие-то 1 и 2 что любого x вот такой вот верно вот если мы подберем такие d1 d2 то мы можем использовать и для того чтобы первый блок расшифровать или того чтобы второй и в общем уже никакой дополнительной работы не придется проделать вот тут понятно нужно опять использовать теорему фирма значит у нас получается что 3d 1 должно быть сравнимо с 1 по модулю по и минус 1 то есть по модулю 10 вот ну значит d1 это минус 3 ну поскольку отрицательной степени отрицательной показали можете очень хорошо давайте запишем что это то же самое что 7 все это естественно по модулю 10 каждый раз когда мы вас будем как бы десятую степень мы получаем единицу поэтому возвести десятую степень это все равно что то есть как бы показатель степени можем приводить по модуль 10 потому что x10 это всегда единица значит умножение на их 10 ничего не менее на их 10 x20 и так далее так значит нашли d1 а d2 мы ищем из того что 7 до 2 сравнимо с единицей по модулю 12 значит тогда d2 ну тут можно простудить может конечно приметел горит ли да ну наверное проще даже подобрать значит один не подходит два тоже не подходит три не подходят и 4 не подходят а вот 5 подходят только нужно взять минус 5 значит d1 равно минус 5 то что 35 это минус 1 по модулю 12 получается минус 5 ну опять же чтобы не иметь дело с отрицательными показателями давайте это заменим на положительное число по модулю 12 то есть опять получается 7 вот я замечу что замечательно получилось что d1 равно d2 то есть закрытый ключ это вообще говоря в данном случае пара чисел но они совпали это мы там получилось 7 вот значит вот это наш закрытый ключ который мы теперь можем применять чтобы расшифровать и первый блок и второй закрытый ключ 77 ну вообще говоря могут состоять из двух различных чисел это так случайно получилось что они совпали значит теперь чтобы расшифровать блок 42 нам нужно 9 возвести в седьмую степень по модулю 11 значит x1 это 9 7 по модулю 11 и x2 это 3 7 по модулю 13 ну ну дальше как бы чтобы это вычислить ну тут нужно действительно произвести какие-то вычисления но впрочем довольно несложное потому что мы с ним будем приводить по модулю 11 то есть принципе можно воспользоваться тем что 9 значит 9 это минус 2 по модулю 11 вот тогда у нас получается что это значит 2 в кубе минус 2 в кубе это минус 8 квадрате умножить на минус 2 значит ну минус 8 то что мы что 3 по модулю 11 значит получается 3 квадрате умножить на минус 2 и это 9 умножить ну про 9 можно думать только про минус 2 то есть получается что это 4 по модулю 11 вот значит x1 это 4 и теперь осталось 3 в 7 посчитать по модулю 13 значит ну тут опять можно взять 3 в квадрате значит это 3 в квадрате и это в кубе умножить на 3 значит 3 в квадрате это минус 4 по модулю 12 значит получается ну минус 4 в куб наверное как-то возводить сложно давайте разведем минус 4 квадрат на минус 4 квадрате умножить на 4 умножить на 3 получается 16 то есть это 3 по модулю 13 значит 3 умножить на 4 по модулю 12 минус 1 получается минус 3 ну или если взять положительный вычет сравним с минус 3 у нас получится 10 вот значит получается что x2 это 10 если конечно по дороге не ошиблась значит у нас получается что нам нужно эти такой x значит x сравним с четырьмя по модулю 11 и x сравним с десятью по модулю 13 ну а можно опять же попытаться просто угадать поскольку числа маленькие значит то есть можно брать 11 плюс 4 22 плюс 4 смотри когда получится 10 по модулю 13 ну хотя может быть может быть угадывать долго давайте применим алгоритм эвклида значит мы знаем что 13 значит он подобрать такие x и y что 13 x плюс 11 y равно 1 значит мы знаем что что тут наверное как то все таки можно это угадать ну ладно давайте что то я не состояние угадать значит 13 минус 11 равно 2 умножить на 5 плюс 1 значит отсюда мы видим что 11 равно 13 минус 11 умножить на 5 плюс 1 значит получается что 1 это 11 умножить на 6 минус 13 умножить на 5 ну в принципе наверное можно было это угадать ну да ладно вот значит теперь чтобы решить систему сравнений по китайской теремии об остатках нам нужно мы хотим чтобы x было сравним с четырьмя по модулю 11 значит нам нужно 13 умножить на 5 умножить на 4 сейчас здесь нужно 4 умножить на 13 умножить на 5 а здесь нужно взять 10 не может быть быстрее было бы угадать 10 умножить на 11 умножить на 6 да тогда это будет сравнимо с четырьмя по модулю 11 и 10 по модулю 13 так и теперь это надо как-то посчитать даже ну конечно 2 можно вынести 2 30 умножить а и 5 можно вынести довольно много выносится давайте значит вынесем 10 и у нас останется 11 умножить на 6 минус 2 умножить на 13 20 значит это получается а что мне кажется что тут где-то ошибка ну ладно получается на 66 минус 26 то есть 40 когда мы нажимаем на 40 получается 400 это это нужно привести по модулю 42 по модулю 100 143 по модулю 100 143 143 значит это получается 200 20 286 да что-то по-моему получилось неправильно потому что получается трехзначное число и 400 это 143 умножить на 2 плюс 113 вроде бы значит 280 114 114 114 да по видим это где-то ошибка потому что я точно помню что число должно быть двузначным сейчас давайте проверим может быть не неправильно нашли закрытый ключ нет нет нужно критик я помню что вроде 7 получается да кстати я хочу сказать что вот эти вот данные вот это экспонента n и видим модуль n экспоненты и они были задачи семинара то есть принципе те кто решил задачу семинара те должны были найти закрытый ключ и как бы у них уже было некое предварительное знание каким должен быть закрытый ключ про закрытый ключ я точно помню что он получал 7 и 7 так что тут мне кажется нет ошибки а вот может быть когда мы считали x1 и x2 значит давайте проверим что 42 это действительно 9 по модулю 11 ну вроде да 33 плюс 9 получается 42 и 42 это 3 по модулю 13 да вроде 39 плюс 3 получается 42 значит тут вроде пока все правильно значит давайте 9 возводить седьмую степень по модулю 11 значит мы это расписали как минус 2 7 это вроде бы правильно дальше минус 2 в кубе мы заменили на минус 8 значит получается что минус 26 то же самое что минус 8 в квадрате дальше минус 8 мы заменили на 3 и получилось 3 в квадрате умножить на минус 2 4 квадрате 9 то же самое что минус 2 и вроде получается 4 да тут вроде похоже на правду давай теперь тройку заведем седьмую степень значит значит 3 в седьмой мы расписали как 3 в 6 а 3 в 6 расписали умножить на 3 а 3 в 6 расписали как 3 в квадрате и все это в кубе 3 в квадрате мы заменили на минус 4 а значит у нас получилось да и минус 4 в кубе мы расписали как минус 4 а умножить на минус минус 4 вот тут ошибка минус 4 умножить на 3 так значит получается что это 3 умножить на 3 3 умножить на 3 это значит это 9 умножить на минус 4 но 9 это минус 4 значит получается 16 да то есть это получается 3 а не минус 3 в этом была ошибка то есть здесь соответственно не 10 а 3 так и здесь соответственно тоже должно быть 3 и тогда у нас получается значит что он уже вынести тогда мы как-то особо ничего не можем вынести да но давайте это просто сотру посчитаем за мной но зато и числа вроде не такие большие значит ну два мы все-таки можем вынести давайте это проделаем значит два мы вынесли получается 3 умножить на 3 умножить на 11 минус 2 умножить на 13 умножить на 5 и это получается 99 минус 130 то есть получается минус минус 2 умножить на 31 то есть минус 62 вот если мы это прибудем по модулю 143 то можно заменить на положительный вычет значит это получится 80 81 вот так значит это мы расшифровали 1 блок 4 шифровали блок блок 42 и теперь мы тем же самым закрытым ключом расшифровываем блок значит второй блок у нас 25 давайте помечу закрытый ключ и тут мы стали расшифровать расшифровать первый блок а теперь мы расшифруем второй блок значит для этого нам нужно найти x1 как 25 25 в степени 7 по модулю 11 и x2 так 25 в степени 7 по модулю 13 ну да и сейчас нужно 25 сразу привести по модулю 11 13 значит это то же самое будет что 3 7 по модулю 11 а здесь будет то же самое что минус 1 7 что вообще считать легко и удобно то есть минус 1 ну или если хочется положительное число по модулю 312 так значит осталось возвести 3 в седьмую степень по модулю 11 ну давайте опять распишем как мы уже делали что это 3 в квадрате все это в кубе умножить на 3 на 4 квадрате это 9 или минус 2 получается минус 2 в кубе умножить на 3 и ну можно даже прям перемножить уже не приводить значит минус 8 нужно 3 минус 24 то есть это минус 2 по модулю 11 ну или 9 по модулю 11 так значит нам теперь нужно найти такой x что x равним с 9 по модулю 11 и x равним с 12 по модулю 13 ну хотя мне кажется лучше прямо брать отрицательные числа поскольку они поменьше давайте эту поставлю отрицательные вычеты значит минус 2 по модулю 11 и минус 1 по модулю 13 ну и мы можем воспользоваться уже алгоритм эвклида из предыдущего шага то есть мы нашли что я снова перепишу вот это вот тождество что 1 это 11 умножить на 6 минус 13 умножить на 5 и теперь надо 11 умножить на 6 нужно минус 1 а 13 умножить на 5 умножить на минус 2 ну и тут вроде даже не очень страшные числа но все равно 2 можно вынести давайте 2 вынесем у нас получится минус 11 умножить на 3 плюс 13 умножить на 5 значит это 65 минус 33 это 32 и нужно умножить еще на 2 получается 64 вот значит это мы расшифровали расшифровали блок 25 вот и значит если мы тебя сведем воедино что у нас получилось ответ ну если без букв если цифра то у нас получается 8164 но дальше вы можете проверить посмотрев на буквы там было обещано что должно получиться осмысленное слово значит 8164 давайте попробуем перевести буквы значит 8 это r 1 это и значит получается ри и теперь нужно 64 перевести 6 это т и 4 это а получается рита ну это вроде как имя значит следует полагать что мы не ошиблись вот слово достаточно смысл и хотя и не имя нарицательное да вот такое вот решение но она может быть выглядит длинным но это потому что я тут на публику работаю и поэтому я путаюсь а если сделать тетрадки то это на самом деле быстрее получается вот то есть тут видно что на самом деле было два важных шага вот мы нашли давайте я подчеркну значит мы нашли первый шаг что мы нашли закрытый ключ этот шаг годится и для первого блока и для второго то есть его не нужно проделывать дважды его достаточно сделать один раз и второй шаг что вот мы чтобы применить китайскую теремом остатках вот мы представили и для единицу как линейная комбинация 11 и 13 но это опять же можно было угадать но это честно нашли алгоритм и пида но это тоже шаг который не нужно проделывать дважды то есть у вас было сообщение там из десяти блоков из двадцати все равно это шаг вы его проделали только один раз а вот как бы вычисление которое нужно его проделать отдельно для каждого блока это вот эти вот возведение в степень но поскольку степень 7 то в общем это тоже достаточно несложно то есть я замечу что исходная экспонента было 103 и это совсем не так приятно как 7 а вот здесь подобран что закрытый экспонент наоборот маленькая и поэтому с ней работать легко и приятно есть ли какие-нибудь вопросы по этому решению нету да вопрос нет нету вопросов ладно ну в общем на эту задачу пожалуй как мне кажется уходит больше всего времени потому что вычисления а вот на две других задачи времени практически совсем не уходят ну при условии что вы знаете как их решать а если не знаете то конечно можно и не решить собственно меня поразило что как раз со второй и третьей задачей почему-то у многих были серьезные сложности именно потому что как бы вообще непонятно было с какой стороны к ним подойти поэтому я постараюсь как бы не готовое решение немножко и сказать как можно было до этого додуматься значит задачи номер два там многочлен вида и степени n-1 давайте напишу многочлен с первого варианта значит ну втором варианте был x12-1 я уже даже не знаю что проще ну давайте x10-1 мне даже кажется что x10-1 как-то оказался немножко сложнее в случае значит о чем вообще вы должны подумать когда вы видите многочлен вида и к степени n-1 и вас просят это многочлен разложить на множители значит какие у вас должны возникнуть разумные ассоциации значит самая главная ассоциация на мой взгляд это формула для суммы геометрической прогрессии то есть это первое что должно приходить голову когда вы видите такой многочлен ну потому что именно это многочлен появляется формуле для суммы геометрической прогрессии то есть если вас есть прогрессия со знаменателем x да понятно что x это формальный символ но можно считать что это какое-то число вещественное например и вот есть прогрессе со знанием x и вы хотите сложить первое да и с начальными членом 1 и вот вы хотите сложить первое n членов тогда последний маном будет x степени n-1 то есть первое это x нулевое потом x1 x2 и так далее чтобы получился на членов нужно взять x степени n-1 ну и тогда как все знают это x степени n-1 делить на x-1 ну естественно проверяется это просто прямым перемножением то есть нас на самом деле не прямо эта формула будет интересовать а равносильное ей что если вы перемножите многочлен 1 плюс x плюс x квадрат плюс и так далее плюс x степени n-1 и многочлен x-1 то вы получите x степени n-1 вот это прямая проверка то есть предполагается что каждый студент математик и даже школьник старшеклассник своей жизни один раз проделал это вычисление и убедился что да это абсолютно верное тождество то есть вот тут как бы это вычисление которое обязательно нужно один раз жизни проделать потому что он очень получите ну и формулу это желательно помнить да потому что действительно всюду встречается и как-то без нее сложно раскладывать многочлен на можете то есть эту формулу нужно помнить как таблицу умножения да дальше как она помогает многочленных из 10 минус 1 ну тут конечно нужно делать разные подстановки то есть вообще когда вы имеете дело с многочленами там с уравнениями полиномиальными ну часто помогает вместо x поставить какую-то другую переменную ну вот например я предлагаю сделать такую подстановку значит взять y равная x квадрат тогда многочлен x 10 минус 1 запишется как y в пятый минус 1 и вот к нему мы применим вот это вот разложение геометрической прогрессии значит и разбожим это как y 4 плюс y в кубе плюс y в квадрате плюс y плюс 1 умножить на y минус 1 вот теперь понятно что когда вы обратно вместо y поставите x у вас получится что это исходный многочлен x 10 минус 1 раскладывается уже таким более хитрым способом не прямо по геометрической прогрессии а как бы по геометрической прогрессии с другим знаменателем со знаменателем x квадрата значит у вас получится что это x восьмой плюс x шестой плюс x в четвертой плюс x квадрате плюс 1 умножить на x квадрате минус 1 мы получили новое разложение сделав подстановку y равно x квадрат и конечно мы тут использовали что два это делитель числа 10 то есть на самом деле об и тут использую что 10 это 2 может на 5 ну понятно что пять ничем не хуже чем 2 то есть если мы сделали подстановку y равно x квадрат мы можем сделать и постановку y равно x 5 ну я уж тут не буду выписывать через игреке но как бы из такой постановки получается что их 10 минус 1 можно альтернативно разложить как x 5 плюс 1 на x 5 минус 1 ну тут можно было бы разность квадратов применить в общем я просто хочу показать что это все единый универсальный метод но частное его проявление это конечно там формула для разности квадратов формулы гематической прогрессия но общая установка что если у вас показать до степени на что-то делится то неизбежно будет разложение многочлена общий принцип давайте вот напишу общий принцип общий принцип что если у вас есть многочлен и к степени n минус 1 и n делится на д то тогда вы можете и к степени d минус 1 ну и тут будет что-то ну получительно как бы явно выписать это что-то то есть для этого конечно нужно записать что м это д умножить там на какой-то м ну и то что вот буря скобочках что ну конечно от м тоже будет зависеть ну давайте теперь из этого выйдем разложение неприводимые то есть пока все что мы получили мы получили два разных разложения значит вот одно разложение на множество степени 8 и множество степени 2 и второе разложение на множество степени 5 и другой можете степени 5 поскольку мы знаем что кольце многочленов с коэффициентами в выполнена основатель арифметики то не может быть два разных разложения на неприводимые множители из этого неизбежно следует что вот эти множество которые мы получили не являются неприводимые то есть их можно разложить дальше значит из этих двух разложений следует что скажем x 5 минус 1 и x 8 ну строго говоря либо x 5 минус 1 либо x 5 плюс 1 это мы пока не знаем и вот этот очень страшный многочлен восьмой степени должны иметь общий делитель то есть они могут взаимно просты имеют нетривиальный общий делитель тривиальный значит у него степень должна быть больше нуля ну в принципе чтобы найти этот делитель если уж вы совсем не можете его угадать вы можете просто применить алгоритме клида тут если еще другого гола не приходит то можно просто честно применить алгоритме клида вот к первой паре многочтен значит эксперт и минус 1 и вот этот началось в степени и ко второй но может быть уже с первое получится можно применить алгоритме клидах ну а можно просто догадаться то есть можно x 5 минус 1 ведь тоже дальше разложить по геометрической прогрессии что-то x минус 1 умножить на x 4 плюс x кубе плюс x квадрате плюс x плюс 1 вот ну и дальше можно предположить что вот это 4 степени которую нас выделился будет делителя многочленов восьмой степени ну и точно так же мы можем для x 5 плюс 1 тоже написать разложение значит тут мы такую используя хитрость что минус 1 в 5 это минус 1 мы можем это записать как сейчас давайте напишу разложение а потом как бы объясню как как она тоже выводится из формы геометрической прогрессии значит вы знака знака переменная сумма значит нужно записать что это минус x 5 минус x все это скобочках 5 ну естественно получится минус x 5 значит нужно поставить минус плюс 1 ну и дальше получается что это разность пятых степеней только у вас вместо x будет минус x то есть вы раскладываете как опять геометрическую прогрессию но естественно там получается знакопеременная сумма потому что вы возводите степень минус x x ну значит проверка которую нужно проделать значит проверка ну еще раз можно до этого догадаться можно применить алгоритм грида либо так либо иначе в общем проверка что вот эти два многочлена неприводима что этот многочлен и вот этот неприводим приводим и надку да вот тоже некоторые писали что неприводима потому что не имеют корней но это строго говоря не доказательство потому что они могли бы разложиться произведение двух на 2 степени с положительным с отрицательным дискриминантом вот то есть принципе нужно проверить что эти многочлены ну например x 4 плюс x кубе плюс x квадрат плюс x плюс 1 нельзя представить как f от x умножить на g от x где степени многочленов f и же равны двум ну тут некоторые еще говорили про критерии за штейна да действительно если вы знаете критерии за штейна то можно туда применить он действительно работает в общем тут нужна еще некоторая проверка что он корней не имеет это более менее понятно потому что все рациональные корни не числитель должен делить один и знаменатель тоже должен делить один поэтому получается что подходит только плюс-минус один но они могли бы подойти плюс-минус один но они очевидно не подходят так что остается проверить вот это ну или другой способ разложить этот собственно на поскольку дальше давайте мы будем двигаться дальше да и заодно поставить виден другой способ как проверить что они неприводимы значит это мы решили что мы решили пункт а давайте напишу ответ пункте а значит над q этот многочлен рассказать за произведение четырех многочленов x минус один плюс один ну давайте чтобы не таскать вот этот я позначу f большой от x а а вот это значит уже большой от x еще два многочлена четвертой степени про которые мы сейчас еще другие способом покажем что они неприводимы что они дальше над у не раскладываются значит это получили ответ над q значит над r нужно вспомнить что не бывает не приводил от многочленной степени выше 2 поэтому f и g должны разложиться но поскольку них корней нет вещественных это легко проверить то единственный способом разложиться это произведение двух квадратичных многочленов ну и проще всего на самом деле эти многочлены получить пиши сначала пункт в то есть разложить над c и тут конечно нужно вспомнить что многочлены вида x степени n минус один это так называемый многочлен деления круга то есть его корни это все корни n-ой степени из единицы ну я не верю нужно нагочлен деление круга называется максимально неприводимый множитель у нас сейчас это не так волнует то есть нас волнует что все его корни если их изложить как векторы на комплексной плоскости значит это будут вершины правильного десятиугольника вписанного в единичную окружность то есть там будет один минус один и дальше вот нужно вот эту дугу 180 градусов поделить на 5 равных частей и нижнюю дугу тоже поделить на 5 равных частей вот получится 10 корней значит 10 корней которые действительно многие правильно записали формулой значит корни и в степени 2 пи и к делить на 10 где к принимая значение от 0 до 9 ну понятно что можно и дальше брать но мы будем получать те корни которые уже имеются вы все зациклиться вот ну и действительно вот он получается есть уже написать такую красивую формулу давайте и вот видите напишу значит их степени минус один это произведение пока от 0 до 9 x минус е в степени 2 пи и к 9 на 10 но надо понимать что формула не особо явно и потому что скажем чтобы найти в радикалах эти корни на степени единицы дал существо можно сделать но придется как-то там потрудиться но в любом случае задача за не требовалось задача требуется определить какие степени неприводимых множители ну и вот тут видно что степень 1 ну и все множители попарно различных то есть все вот эти вот кратных корней нет все 10 корней попарно различных в общем все что тут можно заметить да теперь как из это следует вещественные случаи значит чтобы получить вещественные случаи нужно сгруппировать корни на пары комплекса сопряженных вот например вот будет одна пара вот еще одна пара еще одна пара то есть это точки симметрично относительно оси x и вот еще одна пара 1 и минус 1 они сами себе сопряжены поэтому конечно вещественном случае у нас будет 2 множителя степени 1 ну собственно какая в рациональном x минус 1 x плюс 1 а дальше вот эти вот пары комплекса сопряженных дадут нам 4 многочленной 2 степени ну и дальше можно конечно явно посчитать разложив вот эти многочленные в большую же большое ну а можно просто сказать что вот будет два многочлена 2 степени которые вместе равны и в большом от x и будет два многочлена второй степени в которой произведение дают же большой от x ну и получается не таким образом что нужно группировать значит давайте ну например давайте f1 от x напишу как получается значит вы получить f1 от x значит нужно взять вот этот вот есть степени 2 и умножить на 2 делить на 10 и сопряженный к нему и получится что это x минус и в степени 4 и и в степени 4p делить на 10 умножить сопряженный к нему это будет собреженных на суще то же самое что обратный значит это будет есть степени минус 4p 9 на 10 ну дальше можно там как-то это пытаться вычислять вот ну на самом деле поскольку задача требуется указать степени непройденных на членов то можно ничего и не вычитать то есть важно что у нас как бы тут степень 1 1 2 2 2 и 2 вот в принципе чтобы показать неприводимость на вечер я большой же большое вот можно явно вычли этот f1 и увидеть что его коэффициенты нерациональны они будут содержать корень из пяти не рационально вот ну и собственно именно поэтому я большой не разложится над рациональными числами произведение двухмагчинной степени 2 потому что тогда это же разложение работала бы на дэр но на дэр мы имеем разложение которое не задаются рациональными коэффициентами вот но в любом случае я хочу конечно я не придиралась сильно только доказательства неприводимости то есть конечно если кто-то писал что врачи не приводим подождение корней к этому я придиралась вот но если кто-то писал что вот вещественными числами мы разложим получается там нерациональные коэффициенты то я уже не придиралась там потому что нет явно вычтение коэффициентов это мне казалось уже достаточно убедительным аргументом вот если какие-нибудь вопросы по этому решению то есть тут я еще раз повторяю главное наблюдение вот что мне произошло что многие получали разложения на x 5 минус 1 x 5 плюс 1 и одновременно получали нет вот действительно те кто одновременно получал те пожалуй доводили до верного ответа но вот были такие которые действительно получают разложение из 5 минус 1 из 5 плюс 1 но не получали разложение на x квадрат минус 1 и врачи на восьмой степени а были такие которые наоборот раскладывает на восьмой степени и говорили что вот он неприводимый то есть было видно что они больше ничего придумать не могут вот как бы способ как как придумать что-то еще это увидеть что 10 это 2 умножить на 5 поэтому все что вы можете проделать для двойки можно проделаться для пятерки тоже абсолютно симметрично то есть за тем же совершенно способом как только в это проделся для пятерки тоже вы увидите что основная терема арифметики вам сразу говорит что должны ли какие-то еще более мелкие многочлены меньшей степени на которые все это распадается их можно найти либо полгарит выгода либо догадаться что x 5 минус 1 из 5 плюс 1 тоже дальше раскладывается на множитель по сумме геометрической прогрессии в общем мне кажется что те кто не смог решить задачу просто мало работали многочленами вида x степени n минус 1 а это очень важные многочлены и с ними нужно приобрести какой-то опыт работы потому что иначе потом вот отсутствие этого опыта будет сказываться самых неожиданных местах математики я призываю всем кого задач не получилось как-то немножко поэкспериментировать врачи на выделение круга но для маленьких степеней 10 12 15 в общем попытаться и как-то пораскладывать неприводимые множителя и как-то убедить себя что там все очень просто понятно и если знаешь общий принцип то всегда найдешь конкретно разложение такая рекомендация так и осталась задача номер три можно ли представить фактор кольцо кольца целых гауссовых чисел по идеалу по рожденному 10 увидя прямой суммы полей давайте выпишем это фактор кольцо во первых как про это думать то есть это некоторые отношения эквивалентности значит это фактор множество о отношении эквивалентности мы говорим что а плюс бы и эквивалентно c плюс да и тогда и только тогда когда а минус c плюс b минус да и делится на 10 то есть что-то очень похожее на кольцо вычета мы только вместо целых чисел наберем голоса целых числах ну и тут действительно многие вспомнили китайской теремы об остатках значит и написали что 10 это 2 умножить на 5 но это разложение на простые на c а в целых гауссовых числах можно дополнительно 2 разложить как один плюс и один минус и опять можно разложить как 2 плюс и на 2 минусы 5 ну и дальше все справедливо заметить что вот эти числа которые мы получили справа уже даже не раскладывается то есть вот это все простые гауссовые числа ну тут действительно не сложно увидеть что поскольку при гаисант один то в общем уже как-то дальше никаких не разложишь но после этого некоторые решили что здесь числа не только простые но еще и взаимно простые друг с другом а это уже неверно то есть вот тут как бы важное наблюдение что один плюс и один минус и не взаимно просты сейчас я выпишу тождество из которого следует что они не взаимно просты один минус и равно минус и умножить на один плюс и ну и наоборот мы можем написать что умножив обе части на и мы можем написать что один минус и умножить на и равно один плюс и значит из этого следует что один плюс и один минус это ассоциированные простые числа ну то есть они каждая из них делятся на другое один минус и и один плюс и не взаимно просто не знаю плюс 2 и минус 2 и то и другое простое число на и не взаимно просты потому что каждый из них делится на другое то есть у них есть наибольший общий делитель не равны единиц вот поэтому китайская терема поставках вообще говоря не применимо то есть из этого мы делаем вывод что китайская терема поставках не применимо вот в этом месте есть это логическая тонкость потому что это всего лишь показывает что с помощью китайской терема в остатках мы не можем представить фактор кольцо как прямую сумму полей но можно здесь какой-то другой способ не китайская терема какая-то там еще теорема про которые я коварным образом забыл упомянуть но такой способ есть вот просто я не рассказал или может быть он есть но я ним тоже не знаю а вообще какие-то там специалисты потери чисел знают такой способ то есть в геометрии это бы называлось доказательство которое опирается на способ построения мы показали что китайская тема поставках не даст нам нужного разложения но не показали что этого разложения вообще не существует но тем не менее вот этого наблюдения вполне можно сделать уже совершенно строгий логический аргумент который покажет что это не прямая сумма полей значит давайте заметим для начала что если если бы вот давайте предположим что это действительно разложилась бы прямую сумму полей у фантазируем что тогда было бы если бы это была какая-то сумма полей f1 плюс f2 плюс и так далее там плюс fk и все это были бы поля то это поозначало что никакой элемент этого кольца квадрате не мог бы быть равен нулю нет такого альфа из этого фактора кольца ну не нулевого естественно что альфа квадрат равно нулю ну почему потому что давайте запишем этот альфа используя из аморфизм между кольцом вот этого прямой суммой прямая сумма это как бы набора из n элементов каждый из которых лежит своем поле то есть 1 лежит в 1 альфа 2 лежит в 2 ну и так далее альфа к лежит в к и умножение устроен очень просто просто это по координатное умножение поставил квадрат тогда будет равно alpha 1 квадрат альфа 2 квадраты так далее альфа квадрат но если это друг оказалось все равно нулю то поскольку в поле уж точно не бывает так что элемент в квадрате равен 0 а сам не равен 0 оба тогда был делителем 0 то у нас получается что alpha равна alfa 2 равно и так далее равно альфа к равно нулю ну отсюда получается что их то есть если бы это кольцо распалась прямую сумму полей там ну никак не могло быть элемента не равно нулю который квадрате равен я сейчас покажу такой элемент тем не менее есть что и приведет к противоречию то есть нам покажет что нельзя это кольцо представить как прямую сумму полей значит как такой элемент построить ну вот тут видно что как бы один минусы и один плюс и это примерно одно и то же вот а если мы еще все это умножим на на 5 вот давайте я рассмотрю вот такой вот элемент значит давайте почти альфа возьмем 1 плюс и умножить на 5 и давайте вычтем альфа квадрат альфа квадрат равно 25 умножить на 1 плюс и в квадрате но один плюс и в квадрате это почти что 2 да потому что 1 плюс и это и умножить на 1 минус и значит тут получится 25 и на 1 плюс и 1 минус и и значит это получается 25 умножить на и умножить на 2 это очевиднейшим образом делится на 10 да потому что это 10 умножить на 5 вот значит альфа квадрат наши факторы кольца равно нулю но при этом заметим альфа не равно нулю потому что альфа на 10 недель ну просто никак ну потому что альфа на два недель вот мы построили пример элемента который сам нулю не равен а квадрат его 0 равен значит из этого следует что z и по идеалу порожденному десятью не может быть прямой суммы парень вот такое доказательство и только в одной работе я вот прямо встретила безупречное логическое рассуждение которое вот как раз это и доказывало не правда были еще работы где как-то перебирались какие-то случаи и там тоже почти все было грамотно сделано но несколько сложнее то есть там просто как-то еще не помню логику ну по моему там тоже было все относительно логично но те работы где просто доказывала что китайская тема поставки применима я в принципе за это стало довольно высокий был плюс-минус но неполный все-таки нечистый плюс потому что ну потому что все таки этого недостаточно недостаточно для полного доказательства то есть это всего лишь доказательства что китайская тема востоках не работает да она не работает но почему не работа что-то другое это совершенно не доказывает вот а вот этот аргумент с тем что есть альфа который неравнули уже того все доказывает потому что ну вот чисто логически уже ни к чему не прикопаешься то есть вот как бы вот полное доказательство вот то что начинается здесь а китайская тема остатка действительно помогла нам угадать какой альфа нужно взять и в этом плане конечно да с нее нужно было начинать но дальше нужно было сделать еще один ход и довести это до строгого довести до строгого логического доказательства а если какие-нибудь вопросы комментарии ладно тогда я заканчиваю запись и это я так будет вам и стим с это видео то есть тобой можно посмотреть и заместим с но может ведь я попрошу вы выжить и на канал матфака так вот я заканчиваю запись